14 Марин, 23 Натали, 11 Елен, всего одна Мирабелла, 7 Татьян, 10 Катерин, 3 Ольги, 4 Настя, Инна, Валентина, Кристина. У вас деньги-то есть? На свадьбу собрали? Конечно, я займу. Или родители будут помогать? Конечно, есть. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженися. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Ольга, Дарья и Ирина. А жених у нас Сергей. Ну, красавец, красавец. Пойдем работать. Сергей, 26 лет. Так отчаянно боролся за невесту в одном из выпусков программы «Давай поженимся», что привлек внимание нескольких сотен женщин со всего мира. Сергей, руководитель проекта в строительной компании. Гордится тем, что владеет армейским рукопашным боем. Мечтает купить загородный дом. Предупреждает, что каждый вечер посещает тренажерный зал. Сергей никогда не свяжет свою жизнь с неряшливой девушкой, которая не блещет умом. Его избранница должна сочетать в себе внешнюю красоту и внутреннюю харизму. Сергей, я хочу вам сказать, что ту программу, на которой вы у нас уже были, я не забуду никогда. Потому что выложилась так, как за 10. И все потому, что вы боролись за барышню недостойную. Все хотели ее отговорить от своего возлюбленного бывшего наркомана. Она сопротивлялась. И я после передачи, наверное, в течение часа с ней разговаривала. И как мама, и как старшая подруга. И все шло. И рассказала ей то, что мои близкие не знают. И на своих собственных примерах. Все было бессмысленно. Ну, не все смотрели, наверное. Поэтому давайте напомним, что там было на самом деле у нас. Давайте, девчонки, без вас разберемся. Пошли, моя девочка. Пойдем. Ко мне пойдешь ночевать. Возьми. Стакан возьмите. Никуда тебя не отпущу. Я потом себе не прощу никогда в жизни. Да я тебе на ноги гирю повешу, чтобы ты не пошла. А если бы, не дай бог, с моей девочкой такое случилось. А кто-то бы знал. И кто-то бы позволил бы, не дай бог. Да я бы прокляла этого человека. С ума что ли сошла? Я тебе говорю, я тебе не дам в обиду. Настя, ты очень красивая девушка. У тебя была нелегкая жизнь. Я сделаю все для того, чтобы каждое твое утро начиналось с улыбки. Я хочу, чтобы сегодня мы ушли с тобой вместе. Я забираю тебя с собой. Я не знаю. Я тяжелая. Я ее так не отпущу. Я ее заберу. Настоящий мужчина. Все взял с твоей руки. Я вам хочу сказать, что за то время, а мы давно уже, 7 лет нашей программе, такого количества откликов, как на вас, не было никогда после программы. 14 Марин, 23 Натали, 11 Елен, всего одна Мирабелла, 7 Татьян, 10 Катерин, 3 Ольги, 4 Настя, Инна, Валентина, Кристина, Сабина и Медина, 2 Ульяна и Трижаны, а в общей сложности 293 человека. Он чемпион по откликам. Многие вам передают видео приветы. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Бузи. Я живу и работаю в одном из красивейших городов мира. Саппутин. Я увидела тебя на экране программы «Давай поженимся» и приехала из Америки с тобой познакомиться. Меня зовут Оксана. Мне 24 года. Я живу в Ростове-на-Дону. Хочу серьезных отношений для построения любящей семьи навеки, для любящего человека, готового родить ребенка. Сережа, привет. Меня зовут Надя. И сейчас я нахожусь на Волжской мягочной, в прекрасном городе Ярославль. Меня зовут Оля. Я из чудесного южного города Армалира. Меня зовут Светлана. Мне 21 год. Я из города Нижнего Новгорода. Я работаю в транспортной компании. Ребюты жизни во Флориде. Пальмы. Меня зовут Алена. Мне 27 лет. Живу в городе Кеймер-Ван. Моя Ирина и Маргарита. Мне 26. Моя малая родина – город Чапайск, Самарская область. Меня зовут Настя. Мне 27 лет. Я живу в городе Зверево. К сожалению, я не смогла приехать к тебе на встречу, потому что отмечаю день рождения в Турции. Хочу пригласить тебя. Краснодар, наш славный город. У нас потрясающая погода. При встрече обещаю быть. Платье. И на каблуках. Я работаю администратором по вскрымскому городу. Так что, если ты меня не выберешь, тебя найдут. Ну вот, сегодня вам будет из кого выбирать. Я надеюсь, у вас хорошая память. И может быть, кто-то вам чисто визуально уже понравился или произвел на вас впечатление. Поэтому запоминайте. Когда я смотрела передачу, он мне очень сильно понравился. Я именно такого мужчину всегда и хотела увидеть. А с Настей все-таки удалось пообщаться после программы, когда я уже ушла? Нет, с Настей не удалось пообщаться, потому что она была... В абсолютном неадеквате. Да. Но она была со мной. В таком состоянии, чтобы разговаривать. Она не была настроена. И несмотря на мои попытки поговорить, все-таки не получилось. А скажите, а часто встречаетесь с такими барышнями? А с какими? Ну, когда тебе предлагают апельсин, а человек выбирает клизму. Слава Богу, нет. Как изменилась ваша жизнь после программы? Ну, стали чуть больше узнавать. Женат не объявлялась бывшая? Нет. А давайте напомним зрителям, которые не знают, в чем дело. Вы были женаты, у вас дети есть? Детей нет. А почему расстались с женой? Ну, у нас не сложилось в отношениях. Мы не успели пожить до брака вместе. Кто помешал? Я учился в военной академии, и у нас просто физически не было возможности. А женились зачем? Все было прекрасно, на наш взгляд. Сейчас чем занимаетесь? Сейчас занимаюсь, работаю в строительстве. В свободное время хожу на спорт. Живете в Москве? Да. Для девушки место будет? Конечно. А вы уж поняли, что на вас не только москвички-то откликнулись. Вот как с другими городами-то? Если у вас вот это вот туркнет вас, волну поймаете, или еще там что-то у вас это, а химия там у вас это. Поедете в другой город или к себе? Мы найдем выход. У него такая очаровательная улыбка. Где ваши родители? В Тамбове. В Тамбове. Родители будут влиять на выбор вашей жены? Если вдруг она им не понравится, они своим родительским сердцем что-то разглядят, то, что вы не разглядите. Нет, они за счастье сына, поэтому они только поддерживают. А свадьбу кто играть будет? У вас деньги-то есть на свадьбу? Собрали? Конечно. Или родители будут помогать? Конечно, есть. Есть, да? Ярослав, вы просто как братья. Но я знаю, что вы не братья, вы друзья. Да, друзья. Скажите, какие у Сергея уязвимые места? Доброта, это как у всех людей, которые с большим сердцем. Ну, видимо, ждет особенную Олю. Олю, да. Лариса, у нас сегодня уникальная возможность, помимо того, что мы видели видеообращение, вы можете пообщаться с девушкой по скайпу. Да, у нас сейчас и такая возможность. Давайте, их огромное количество. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет, вам из Испании. А это мамочка, наверное. Да, девочки, у вас такой немосковский загар. Ну что, понравился нас Сережка? Очень. Заберете к себе в Испанию или приедете в Тамбов? В Москву. Куда угодно. В Москву. За таким парнем-то куда угодно. Какая молодец. Молодец, молодец. Мамочка, а что такая мамочка напряженная? Что с вами? Мам, расслабьтесь, все хорошо. А почему испанцев не хотите? Они горячие парни. Они горячие только на временные отношения. Правильно. Где родился, там и сгодился. Приезжайте к нам сюда. Приезжайте. Спасибо вам большое. Понравилось? Да. Симпатичная девочка. Он еще нашу Иру не видел. Ну, я думаю, что у нас уже приближается то время, когда мы будем знакомиться с теми девушками, которые пришли сегодня, которые, так сказать, лучшие из лучших. Но сначала хочу вам еще один вопрос задать, Ярослав. На что будете сегодня обращать внимание в первую очередь? Вы же пришли как главный советчик, сват. Должна ли она быть хорошей хозяйкой? Или вы все говорите, что сами умеете готовить, стирать, пылесосить? Мы умеем. Она должна быть интересной, она должна быть легкой какой-то такой. Легкой, хорошее качество, да. Интересно, это уже на любителя. Спорно. А детей когда собираетесь? У меня уже есть. Нет, это я не про вас. Вы когда вообще? Как только поймем, что... А когда вы это поймете? Ну... Когда квартира будет? Для начала хотя бы нужно пообщаться, да. И пожить, да? Ну, пожить, да, узнать друг друга. А зачем пожить? А если девушка целомудренная будет? Чтобы не получилось, так... Нет, а если целомудренная девушка будет? Значит, она не будет уже после пожить целомудренной. Да, может, мужчина... И что теперь? Сереж, что в себе не нравится? С чем боретесь? Я очень доверчив людям. Ну, значит, обласканные бы жили в семье, не пуганые, потому и доверчивые. Нет, достаточно. Меня очень хорошо родители воспитывали. Спасибо большое. Вот не пуганые в любви, потому что... Ну, вот сейчас учусь. В частности, да. Он твое зеркало. Он доверчивый. Он добрый. В старину невеста, она не ведала девушку, поэтому и плакала. Она же не знала, что в семейной жизни. А в семейной жизни, поверьте, проблем будет очень много. Поэтому брать проблемных девушек, ну, в старину бы их назвали ведьмами. То есть ведает она, знает, опыт имеет. Поэтому я буду вам девушку искать такую, как невесту-невесту-неведущую. Но самое главное, без опыта. Сами себе опыт дадите. Конечно. А по поводу того, что ее там проверять и тренироваться до свадьбы, это вы после свадьбы давайте делайте, тренируйтесь. Первая брачная ночь, как говорится, не нами придумана и не нами отменять. И от этого только хорошо бывает, а не плохо. В ту же старину говорили, все невесты хороши, откуда только жены сволочи берутся. Это вот от того, что не ведаете. Вы сначала не ведаете, кого берете, понимаете? А потом вдруг она исцеломудренная, ровно через 3-4 минуты, ну, это кому как повезет, превращается в ведомую, в ведьму. Поэтому пусть будет девушка уже с опытом с каким-то, потому что вы тот парень, которого нужно заслужить. Поэтому мы будем девушку пытать со всем пристрастием нашим. А звезды? Ну, в первую очередь хочу сказать, что солнце и луна, дух и душа этого человека с добрыми звездами. И поэтому он и в обществе, и внутри себя реализуется очень хорошо по жизни. Надо сказать, что вам нужна женщина, конечно, и легкая, но очень глубокая, веселая, оптимистичная. Поскольку вы человек добрый, луна-то в рыбах, и Марс там, поэтому и патриот, и пиронимый, и чувствительный, и очень оптимистичный. И вам нужна такая же подруга. Вот. Правда. Короче, не будьте губошлепом, ладно? А то губочки свои красивые здесь вот это вот надул, и давайте уже мужика включайте. Будем выбирать, конечно. Хорошо. Проходите, знакомьтесь с первой недели. Привет, Серёж. Привет. Меня к тебе привела судьба, и я очень рада с тобой познакомиться. Взаимно. Ольга, 28 лет. Маркетолог в индустрии моды. Занимается фитнесом, катается на сноуборде, увлекается виндсёрфингом. Содержит дом в чистоте и уюте. Гордится тем, что успела показать маме самые красивые уголки мира. Предупреждает, что любит вкусно поесть. После того, как Ольга обратила внимание на Сергея в программе «Давай поженимся», в её жизни случилось совпадение, которое она приняла за судьбу. надеется, что сердце её не обманывает. Здравствуйте, Олечка. Вы красавица, у вас лучшее имя в мире. Спасибо. Пирожные нам, судя по всему. Да, угощайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Ты чего сидишь, мнёшься? Давай! А что ты только сверху это снимаешь? Надо всё толстая. Надо всё попробовать. А теперь можно дарить ему синам, поэтому я и вас тоже... А я с этого утра и начну. О, спасибо. Собственно, выросила. Да что вы. Да, она, конечно, красивая, да, такая ухоженная, но... Мне кажется, она просто выглядит немного постарше, чем он. Олечка, о каком таком роковом совпадении, о каких знаках судьбы вы говорили? Что вы имеете в виду? Что такого произошло в вашей жизни? Ну, это произошло буквально недавно, ну, на самом деле, очень страшное событие, которое никому не пожелаешь. Буквально недавно у меня умерла мама. Моя девочка. Мама была у меня одна. В принципе, больше никого не осталось. И братьев, и сестёр? Нет. А что с мамой случилось? Болезнь. Очень быстро она ушла. Вот. И я написала ещё, когда увидела передачу, ещё она была жива. И, ну, я долго ждала и думала, ну, наверное, может, там не отвечают и как-то там. Но когда я пошла на 9-й день в церковь утром, и я возвращалась из церкви, и мне позвонил редактор программы и сказал, Ольга, вот, готова побороться за Сергею. А вы сначала даже не поняли, что-то буркнули там, потому что вам было не до кого. Да, да, я сказала, ой, знаете, я сейчас в таком состоянии, но вот как-то меня тоже каким-то образом уговорили. Ольга, а можно я прочту отрывок из вашего письма в редакцию? Да. Пожалуйста, помогите. Я уже говорила, что ваш звонок на 9-й день после смерти мамы – это непросто. Но я воспринимала это как знак. Больше у меня никого не осталось, ни сестёр, ни братьев, ни отца, никого. Только кошка и друзья. Но я уже прихожу в себя и начинаю новую жизнь без самого близкого человека. Я сильная, и я хорошо держусь. Детка, считайте, что с этого дня мы ваша семья. Мы предлагаем свою дружбу, помощь и свою поддержку. Я думаю, мы его не уступим ей всё равно, да, Витя? Нет, да я думаю, на самом деле, что просто она действительно не подходит. Оль, вам 28 лет, и наверняка в вашей жизни уже были мужчины. Да. Ну, расскажите о самом ярком своём романе. Были отношения, два года. В принципе, очень неплохо они развивались. И как-то даже было что-то типа предложения. Но потом человек, видно, понял, что мы ругаемся. Скажите, а почему доводил вас до слёз? Чем? Ну, он вообще был достаточно такой вспыльчивый. То есть я более спокойная. И из-за каких-то мелочей он мог довести до слёз. Из-за каких, например? Вот он не уважал вашу маму. Мне это странно. Она была для меня всем. И матерью, и отцом. И она давала мне... Так это же наоборот, только вызывает огромное уважение. Ну, видно, он этого не понимал. И он меня этим попрекал, что вот... Что вы мамина дочка. Да. Дрянь какая. А что такое типа сделал предложение? Это как? В смысле мысленно? Кстати, нет, мы как-то там где-то были и смотрели первый канал, в вашу передачу, и он так лежал, говорит, вот точно, давай поженимся. То есть он процитировал название программы? Или вам просто конкретно сказал? Конкретно мне сказал, но я сказала, ну что ты шутишь? А что не последовало продолжение? Оля, смотрите, я думаю, вы же с ним сходились, расходились, да? Разошлись мы один раз, потом как-то чувства не угасали долго, и мы опять сошлись, но поняли, что всё это было зря. Естественно. И после этого вы стали по-другому относиться к мужчинам? Да. Я стала смотреть прежде всего на то, как мужчина отзывчив на просьбы, насколько он надёжен. Да, она достойна хорошего мужчину, верного, надёжного, который будет ей опорой. А вот вы москвичка же, да? Ну как москвичка? Ну, квартиру есть в Москве. Нет. Вы снимаете? Да, я снимаю. А где жили до этого? Ой, у меня долгая история. Родилась я в Казахстане в военной части. А мама где умерла? В Подмосковье. В съёмном, да? Ну, в больнице. Как же вы справились, бедная девочка, с этим? Ну, несколько дней, конечно, я была всем, и медсестрой, и врачом. Царствие небесной маме. Царствие небесной. А ничего, что у нашего жениха от Николая Двора, в принципе, как и у вас. А что вы там? Молодые. Будем вместе. Конечно. Есть силы, есть хорошая работа, перспективы. А вас не смущает, что невеста на два года вас старше? Нет, абсолютно. Ну, вас не смущает, а нас не смущает. Как вы считаете, вы внутренне готовы стать женой, рожать детей? Уже давно. Заботиться о муже? Да. Уже давно. И мама всегда хотела, чтобы я все-таки встретила какого-то надежного человека. Но так я не успела ей внуков подарить. Ну, хочется, да. Желаем ей удачи. Но Сергей будет наш. Но не на этой передаче. Давай поженимся вашим мобильным. Совет от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. У нас сегодня программа необычная, потому что невест много. Жених завидный. Поэтому мы отказываемся от некоторых наших традиций, как вот бонусы. Да? И просто приступаем сразу к сюрпризам. Я надеюсь, вы подготовили. Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Ой, не привезли бог вот так, да? Да, спасибо. Можно взять тебя за руку? Конечно. Мне без тебя так трудно жить. А ты? Ты дразнешь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир. А кажется, что можешь. Есть жизнь и у меня свое. Дела, успехи и напасти. Мне лишь тебя не достает для полного людского счастья. Мне без тебя так трудно жить. Так неуютно. Все тревожит. Ты мир не можешь заменить. Но ведь он тебя не может. Спасибо. Спасибо. Девчонки, забирайте свою подружку, проходите в комнату. Ярослав, как вам? Как вам, Ольга? Я даже не ожидал, на самом деле. Почему? Очень девочка харизматичная, с такой душой внутри. Много чего пережила, видно. А вы знаете, что если вот в такой непростой момент люди встречаются, либо они расходятся навсегда, потому что нет душевных сил помогать и выстоять в этот период, либо это так сплочает, просто как цементирует отношения, и это уже на всю жизнь. Вместе, когда выкарабкиваются вместе. Если бы вы меня спросили, я бы его доверил полностью. На сто процентов. Прекрасная девушка. А Сергея, вы что думаете? Очень сильная девушка, да. Очень понравилась. Я думаю, что самое главное, он увидел в твоих глазах, когда вы стояли. Это было очень трогательно. Да. Роза. Хорошая девушка. Боюсь, Сергей, что у вас душевных сил не хватит. Ей все-таки мужчина нужен постарше. И ей нужно уже прямо сразу и замуж, и дитё, и ни одного сразу. А вам еще на ноги. Николане двора. Ключей нет у вас ни от квартиры, ни от машины. Ну, если от офиса только, то там не поймут, что там. А я считаю, что человек с возрастом становится только хуже. Поэтому мужчина постарше будет уже менее терпелив, более раздражителен. Его будет многое не устраивать. А когда молодые должны жить с молодыми, с молодыми, и строить все с нуля. Лариса за нас, ура. Очень сильное, чувствительное, одинаковое эмоционально-чувственное восприятие мира. И глубокое, и в то же время легкое. Единственное оно. Может вас держать в руках крепче, чем хотелось бы вам. Его так не надо. Да, вот поэтому. По-другому никак. Поэтому я говорю, я мог отдать бы. Вот, у нее реально очень сильный характер. Очень мощный человек. Именно это мне нравится. Ну, вот и гад. Это же Тамара говорит, что вы очень подходите друг к другу. Проходите, знакомьтесь со второй ест. Привет, меня зовут Даша. Я преодолела 4000 километров, чтобы познакомиться с тобой. Я уверена, наша встреча не случайно предначертана небесами. Очень приятно. Дарья, 22 года. Юрист по тендерным процедурам. Увлекается дизайном интерьера, входит в бассейн и любит пешие прогулки. Гордится тем, что после окончания вуза сразу нашла работу. Мечтает заняться благотворительностью. Дарья еще не встречала достойных мужчин в своей жизни, поэтому, увидев Сергея в программе «Давай поженимся», не раздумывая, прилетела к нему из Красноярска. Надеется, что эта встреча станет для них судьбоносной. Даша, ну Красноярск, не ближний свет. Здравствуйте, я Дарья из Сибири привезла вам вкусные наши конфетки. Из бересты, ручной работы в катулочке для вас. Спасибо, дорогая, спасибо. Так дари его, Господи! Я вас не беру. Ну, мне кажется, она ему вообще не понравилась. Он как-то так даже и не засекал. Красноярская птичка. И что, там нет достойных женихов в вашем городе? К сожалению, я пока не встретила достойного мужчину, с которым я бы хотела прожить всю свою жизнь. Вот как раз смотря передачу «Увидев Сергея», я заметила в нем те качества, которые я очень ценю. Он сдержан, он воспитан, он очень приятный, доброе сердце. А еще вы сказали, что вы за свои 22 года ни разу по-настоящему не любили никого. У меня были отношения полгода с молодым человеком, но любовь и влюбленность и симпатия – это абсолютно разные вещи. Отношения взрослые? Взрослые, серьезные отношения с человеком. Но имейте в виду… Да, она не девственница. Отношения прекратились, потому что не было будущего. Потому что не было будущего. Это кто так решил, что не было будущего? Я себе задала вопрос, готова ли я с этим человеком прожить всю жизнь, создать семью. И ответ был «нет». И, соответственно, дальше продолжать эти отношения не было смысла. Может быть, вы слишком скоро задали себе этот вопрос? Нет. Человек показал те качества, которые… Какие? …вообще не хотел идти вперед. У него была работа, это достаточно. То есть дальше… Скажите, а Сергей мог бы стать вашей первой любовью? Думаю, пообщавшись с Сергеем… Да. То есть он на эту роль подходит? Он подходит. Или как у предыдущей невесты тоже какие-нибудь были знаки свыше? Я ходила к астрологу буквально за два месяца до этого дня. И астролог мне сказала, что у тебя впереди очень такой серьезный, насыщенный месяц. Она прямо конкретно сказала, что в июне? Июнь. Да, она сказала июнь. Запомни этот месяц у тебя, он будет очень-очень насыщенный, и будет жизненный шанс. В этом месяце ты встретишь мужчину, с которым ты пройдешь свой путь. Я недавно была у подруги на свадьбе в Италии в том году, и я поймала букет невесты. Но это тоже своеобразный знак. Да, нет, я на самом деле верю в такие всякие разные знаки, и я жду. Скажи, моя дорогая, тот астролог Дашин был шарлатан или действительно что-то необычное и судьбоносное ждет невесту в июне? В первую очередь Юпитер будет на Солнце, он, безусловно, выделит человека особенным образом. Что касается встречи, может быть, я немножечко отодвинула бы ее чуть-чуть, вашу встречу. Может быть, это период конца лета и начала осени. Вот так. Вот они, цифер-то. Да. И тут цифер поставил, и вот тебе, пожалуйста. Может быть, я не права, тот астролог прав, но... А что это тот астролог прав-то? А ты что, тут просто сидишь, что ли, это? У нас тут глава, самая центровая. Ну, хорошо. Ну, знаете, звезды, звезды, но еще есть сердце, душа и... И приданное. Астрология только предупреждает, советует, но мы еще и можем немножечко сами корректировать. А приданное, какое у вас? У меня есть достойное образование, которое мне позволит в дальнейшем идти по карьерной лестнице. А, то есть вы карьеру будете строить? Карьера и семья. Это очень совместимо. А как карьера и семья? Как это? А как твоя дочка? А моя дочка сначала вот сейчас замуж, потом двоих детей, в 30 лет занимаясь карьерой. Какие проблемы? И при мужа, и при детях. Что, куда она? Убежишь, что ли, карьера? То есть Ксюхе не видать самостоятельной жизни даже после свадьбы. Пока жива, я... Ты все решила за нее уже, да? Я это вложила ей в голову. А все-таки вот что у нас с недвижимостью? Может какие-нибудь у нас... Ну, пока он, вижу, у вас украшения не золотые, что? Да, на данный момент я закончила институт, сейчас вот первый год работаю. Я думаю... Кем вы работаете? Юрист. Ну, 22 года. Да. Ничего, да, что у нас это... Пока недвижимости нет? Нет, я думаю, мы с Сергеем, если у нас все сложится, вместе будем зарабатывать и дом. А где, кстати, будете дом зарабатывать и строить? Мы сейчас в Москве, вы вон так далеко. К нам приедете? Это не проблема. У меня такое образование, что я смогу... Вы знаете, сколько у нас здесь юристов? Вот если бы была финансистом, вы деньги считала бы, вот это хорошо. Финансистов мало. У нас здесь есть юристов, каждый второй. А вот вы же благотворительностью хотите заниматься, да? Я бы хотела. За счет чего? Мне очень хочется помогать людям. Как помогать? Когда у меня будет определенное финансовое положение. А когда будет? И за счет кого? За счет меня и моего мужчины. Я хочу дополнить, что Дарья на начальном этапе сейчас делает то, что может. У Даши есть не совсем благополучные соседи, многодетная семья, которой она помогает элементарным. То есть это вещи, которые она уже не носит, это продукты, которые она может поделиться. Которые продукты, которые она уже сама не хочет. Которыми она может поделиться. Шучу. Спасибо. Прекрасное лето, прекрасная погода, прекрасная вы. И хочу посмотреть на сюрприз. Сергей, лебеди это семя любви и верности. И лебедь выбирает себе пару раз и на всю жизнь. Если ты выберешь меня, ты не ошибешься. Пожалуйста, прими. Конечно, хотелось бы, чтобы он не выбрал эту девушку. Хотя она и красивая. Сейчас я бы хотела еще тебя пригласить на танец. Соборцы. У него нет никакого желания вообще, мне кажется, даже... Далеко набирались. Да, ради вас. Очень приятно. Не волнуйся. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, невестка Светлана. Забирайте свои родственники и проходите в комнату. Ярослав. Хорошенькая девочка. С его характером им будет тяжело, они оба такие будут, легкие. Нужно, чтобы кто-то один держал, вот предыдущая была. А вы думаете, что у нее легкие, что ли? Она как сказал, юрист. Я так думаю, что еще в уголовке, наверное. Она очень серьезная девушка. Ну, конечно. И хорошо, что у нее нет золотых украшений. Это большой плюс. Странный вопрос был, откуда бы они были. В 22 года, вообще, считай, неприлично. Да, поэтому это же хорошо. А то бы спросили, откуда. А потом будет просить золотые. Вот мужики правильно мыслят, понимаете. Да, да. Сережа, что вы скажете? Девочка хорошая. Молоденькая, хороший возраст. Мне он очень понравился. Роза. Чего роза-то, чего роза? Он благотворительностью хочет заниматься, а денег еще нет, ничего. Ей всего 22 года. И чего 22 года? Ей ничего не соображает в жизни. Мы должны помочь, направить, посоветовать. Что мы хотим от этого 22 года, ребенок? Вот я хочу ее направить на сайт двой.тв. Может, там все-таки правильно. Потому что, ну что, вот такие-то спустяки, игрушки. Вот как первая молодец все-таки, опытная. Раз нам принесла поесть, показала опаньки. Молода, молода, молода. На будущее, Дашунь, коробочки без пустыни дарят. Роза, все о деньгах. Я с душой, ручная работа. В 22 года девочка потратилась, прилетела. Молодец. С другого конца просто страны подарила конфеты. Прекрасные шкатулки. Спасибо тебе, Даша, огромное. Это очень романтично. Молодец, спасибо, да. Ох, Роза. Что, Роза, я учу жизни, Роза. Чтобы потом такие косяков было. Да, 22 года, вся жизнь впереди. Я считаю, что она еще тот сырец, с которым вам не справиться. Пусть немножечко она окрепнет сама по себе и в мыслях. Ну что это такое, 22 года не была ни разу влюблена. Прошу прощения, я немножечко не согласна про свой возраст. Я уже давно внутри созрела. Я в душе 22-летний человек. Я давно хочу семью. Она с детства уже старичок. Я с детства, да, созрела. У меня родители очень рано создали семью. Это для меня пример. И Сергей, я абсолютно готова. Я считаю, что не нужно обращать внимание. Вот так. Ну, в общем, да, хотела озвучить. Ребят, сегодня правда все изменилось. Проходите, пожалуйста. Ну с каких пор, вот я сама сейчас себе противоречу, да? Ну с каких пор 22 года, это еще? Послушайте, раньше, говорят, твоей сколько, 21 с замужем? Нет, не замужем. Сегодня и в 40 лет все девочки, понимаешь? А я тебя про что? Нет, нормально, все убедила. Убедила, Дашка молодец, что вышла. У нас еще звонок. Спасибо. У нас еще есть один звонок. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Ольга. Я из города Екатеринбурга, мне 22 года. Чем понравился ты наш Сережка? Мне показалось, что он человек слова и дела. А красавец какой? А на что готовы ради него, ради такого красавца? Что умеете, что знаете, что есть? Чем увлекаетесь? Увлекаюсь, на данный момент нашла новое увлечение, это роп-джампинг, экстремальный вид спорта. Это какими-то экстремальными? Это, получается, ну, прыжки с высокоэтажек. В Москву приедете? Конечно, приеду. В съемную квартиру? Приеду. Да? Ну, приезжайте. У нас тут башни есть, большие башни. Есть где попрыгать. Спасибо, пока. Сережа, у нас еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Сережа, привет. 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 Меня зовут Ира. Ты меня покорил своей прекрасной улыбкой и добрыми глазами. Я буду рада нашему знакомству и надеюсь, что мы сегодня с тобой уйдем вместе. Спасибо. Приятно. Спасибо. Ирина, 23 года. Помощник руководителя в нефтяной компании. Изучает английский и испанский языки. Занимается наращиванием ресниц и ногтей. Мечтает получить высшее образование в Чехии. Предупреждает, что не свяжет свою жизнь с ветреным мужчиной. Год встречалась с мужчиной-греком, но его родители разрушили их союз. Надеется, что Сергей самостоятельно принимает решение. Ириночка, не боитесь конкуренции? У вас сегодня не две соперницы. Ну, на самом деле, конечно, волнение есть, да. Его просто не может ни не быть. А что там с женихом из Греции? Встречалась с греком. Познакомились с ним в Греции, когда я отдыхала там. Отношения были год. Вы к нему летали, он к вам? Да, я к нему летала. Каждые полмесяца? Да. За его счет? Да. Пока его мама не узнала, да? А когда мы полетели отдыхать, ей как-то так выяснилось, что я русская. А они думали, кто вы, когда... Я не знаю, может, они думали, что я гречанка, может, кто-то еще. Нет, как они вас видели, но с вами не разговаривали? Нет. Его отец, допустим, видел, как я проходила с ним. Просто я там говорила хай, хай, и все, и больше ничего такого не было. И так же мама, да? Ну, хай, и хай, и хай. Да, мама просто... Нет, просто мама видела, да, но не было знакомства, как бы, видимо, он не был готов. А вы на гречанку похожи, да? Я не думаю, что я скажу. И когда он объявил, что у него русская девушка, они испугались чего-то? Я не знаю, вот мы поехали отдыхать, и мама начала его звонить и говорить то, что ты связался с русской, да как так. А он не стал бороться за вас, не сказал мамочкой, ну вот я... Вообще в греческих семьях большую роль играет эта мать, даже не отец. И он сам по себе такой человек был, очень мягкий. Сколько было ему лет? Он 8 лет меня старше, ему сейчас 32, 30-30. И он в 32 года слушался маму? Не думаю, я думаю, что это была такая его отмазка. Как он вам объявил, что не будет продолжения отношений? Нет, он не объявлял, мы с ним встречались, мы встречались в секрете, получается, я приезжала к нему. То есть он сказал, что мама против наших отношений, будем встречаться тайно? На самом деле там такая история была, когда мы уехали отдыхать, вот ему позвонила мама, у него слезы начались, у него истерика, у меня, соответственно, тоже истерика, мы сидим оба плачем. А мама что сказала? Мама сказала, что... Сейчас же слезь с нее, я тебе сказала, да? Никакого вам отпуска, ничего, ты берешь билет и тут же едешь домой, она едет к себе. Он не мог ничего сказать маме против, и я понимала это, я знала, как он человек очень мягкий. В 32 года? Ну, вот такой он человек. Он был психически здоров? Он был здоров, да. Мне кажется, ей еще нужно немножечко погулять, набраться опыта, жизни, а потом приходить на программу. Вы откуда? Из Перми. Из Перми живете в Москве сейчас? А учиться хотите в Чехии? Да. За чей счет? На бюджете. У меня сейчас есть... Нет, ну, Ларис, набежите, это на образование будет это? Родители будут помогать? Нет, соответственно, просто сейчас какой-то капитал уже есть, который мне хватит на ближайшее... На наращивание ногтях. И на этом тоже, да. На ближайшее время, на которое хватит. Молодец, целеустремленно, молодец. Я только... Учеба, в Чехии... Это другой вопрос. А вы пришли одновременно еще и бороться за Сергея. А если у вас все будет складываться, вы отпустите ее на учебу в Чехии? Наверное, нет. Конечно, это нелогично, абсолютно. Даже вы либо выбираете... Когда я подавала документы в Чехию и думала о своей учебе, соответственно, еще никакой речи не могло идти. А, Сергей, то есть для вас первичнее что? Вот такой прекрасный мужчина или учеба? Я, честно, не знаю, как получится, но... Нет, вы должны знать. Я понимаю, что я должна. Что для вас важнее? Но я даже очень этого боюсь, потому что для меня все-таки отношения, чувства... Я могу понять, что меня это может, на самом деле, погубить мою учебу. А какую хотите получить профессию, в принципе? Связи с общественностью. Уж лучше бы вы и ногти бы наращивали. Мне кажется, такая девушка Сергея не нужна. Ну да. Да и зачем размениваться, правда же? Вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Покажите, пожалуйста. Я приготовила торт для тебя. Очень вкусно. И ты еще не пробовала. И кормить мужчину нужно мясом, а не тортиком. Вот чем надо было удивлять. А этот торт вы сами готовили? Да. А зачем ему фартук? Он что, испачкается, что ли? Нет, этот фартук тому, что фартук Супермен, я считаю, очень хорошо характеризует Сергея. И в этом фартике он будет прекрасно смотреть фартук Победы. Спасибо большое. Молодец, вы хорошо подготовились. Девочки, забирайте свои подручки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну все, теперь я буду. Я думала, вы готовить будете. Это ваш этот слюнявчик. Я тоже приготовил. Ярослав, что скажете? Легкая, но не думаю, что глубокая. Не думаю, что надолго, возможно, у них какие-то будут отношения, потому что ей это тоже не нужно. Поколка-балетница, выображалась летницей. Да. И зато у нее есть бриллиант. Готовит вкусно. Здесь колончик. Это плюс, наверное, да? Я думаю, он тебя недооценил. Не дооценил. Потому что все-таки не все блондинки, да, они легкомысленные, да, глупые. Руза. А мне нравится, Ирочка. Ну что, вот она как-то оделась, хотя все прозрачно, но прям очень гармонично. Вон, пирожок вам или там этот Наполеон сделала. Нет, очень вкусно. Молодец. И чего? Вот она грузить вас не будет, ну и что? Образование это тоже не проблема получит. Ну, мечтает она это. Я за нее, кстати. А дети еще какие красивые будут. И у нее все прям это. И рожать легко будет. И это прям она такая вся ладненькая. Да вам еще что надо? Если сравнивать с первой, я думаю, все-таки ты выигрываешь. А звезды что там, Малышка? В первую очередь она Овен. И у нее Солнце в градусе ребенка. Поэтому вот Овны, они как дети, действительно. Они стараются блеснуть, показать все внешне. Но на самом деле этот человек гораздо глубже, чем он кажется. Потому что она очень чувствительна. У вас Марс-Луна с ее Венерой, Меркурием и Марсом тоже. И это дает очень сильную физическую совместимость. Единственное, что периодически вам захочется чего-то более легкого. А такой человек, как она, она окутает вас любовью и будет очень сильно любить. Чем больше развивается, тем больше продвигается. Но к нам пробивается по скайпу такое количество девушек, что мы не можем им отказать. Давайте общаться. Привет. Как дела? Как зовут? Сколько лет? Меня зовут Аня, мне 23 года. Я из Пятигорска. Как погода? Отличная. Ань, заберете в Пятигорск такого красавца? Конечно. Смущает такое количество конкуренток? Вообще нет. Назовите три качества особенных вас, которые есть только у вас и больше ни в коем. Как вам кажется? Я уникальная. Я очень умная и красивая. И очень разносторонняя. Я хожу на йогу, занимаюсь танцами, люблю бегать очень. Дурных привычек нет? Нет. Хорошо, мы на вас посмотрели. У нас еще много девчонок, поэтому извините. До встречи, если сможете. Спасибо большое. Парни, ну вот, познакомились и по скайпу, и наяву с девушками. Ярослав, кого советуете? Мне нравится и первая, и вторая девушка. Ну, вторая, она такая, она прям любит его уже. Она прям... И молодая, и по возрасту. А нужно, чтобы вцепилась? Ну, сейчас такие мужики, что нужно. Мой мальчик, мой золотой, мудрейший из мудрейших. Хороший друг. Вот я люблю таких простых, даете простые советы, не даете здесь умно, во всю так по делу, по существу. Я очень рада, что друг за меня, он меня почувствовал. Я надеюсь, Сергей прислушается к нему, и Сергей зайдет в мою комнату. Обязательно. Вообще, по закону природы выбирает женщина, мы вам просто позволяем. Скажем так, мы хорошо чувствуем и знаем, какого, главное, самца-то потянем, в общем-то. Это у нас природный такой навигатор есть. Поэтому, конечно, нужно выбирать, правильно говорит сват, что из тех девушек, которые вас выбрали, нутром чувствуем. Ну и, соответственно, та, которая вам нравится. Я все-таки за Дашеньку. Потенциал хороший, семья тоже 22 года, а Ольга опытная, это понятно. Может, красивее. Ну ничего, вот мясо нарастет на Даше, уж прям, уж очень худенькая она. Ну и станет ладненько. Надо все-таки невесту выбирать. С меньшим опытом. За Дашу, обратите на нее внимание. Я тоже за Дашу. Мне очень понравилось, что она вышла и очень убедительно сказала две фразы. Я абсолютно ей поверила. И вы ей нравитесь. Вам предлагается уже, ну как бы, готовое все. Лариса молодец. Молодцы. Мы не зря сюда приехали за 4000 километров. Все девушки подходят. Первую будете добиваться вы, вторая будет добиваться вас. А третья находится в равновесии между хочу и не знаю. Поэтому за вами слово. Сережа, если вы думаете, что я вас как обычно сейчас отправлю к одной из трех девушек, вы ошибаетесь. Посмотрите в зал. Вот эти все красавицы пришли сегодня бороться за вас. Встаньте, пожалуйста. А теперь самых смелых прошу пройти сюда. И я даю каждой из вас по пять секунд. Убедите Сергея, почему он должен выбрать именно вас. А ты что, малышка? Я самая смелая оказалась. А, ну давай. Время пошло. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Молодец. Разговорить ничего не надо. Не надо. Следующая девушка. Привет, Сережа. Меня зовут Марина. Мне 24 года. Я приехала из Курской области. У меня большая приемная семья. На семье 20 человек. И я приехала специально для тебя. Выпорхнула из родительского гнезда. И хочу тебе подарить сердце, которое я сделала собственными руками вместе с детьми. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, привет. Меня зовут Любовь. Мне 25 лет. Я готова ходить с тобой каждый вечер в тренажерный зал и готовить для тебя вкусную и здоровую пищу. И я хочу подарить тебе фотографии и помечтать на тему нашего совместного будущего. Ты потом посмотришь. Спасибо. Спасибо. Следующий. Подарки передадим. Все обещаем. Сергей, привет. Привет. Меня зовут Катя. Я из Москвы. Работаю бухгалтером. Ты харизматичный, интересный и серьезный, мужественный парень. Немножко волнусь. Очень мне понравился. Спасибо. Приятно. Сережек, привет. Привет. Меня зовут Настена. Мне 26 лет. Я из Нижнего Новгорода. Я занимаюсь спортом так же, как и ты. Хожу в тренажерный зал. Люблю путешествовать. Была волонтером в Сочи на Олимпиаде, Паралимпиаде. Мне нравится, что у тебя есть сила воли, что ты уверен в себе и что ты достаточно романтичный человек. Привет, Сереж. Меня зовут Оксана. Мне 24 года. Я из Ростова. Работаю бухгалтером. Понравился ты мне, потому что, мне кажется, ты очень добрый человек. Да. Спасибо. И очень приятный. И хочу тебе подарить календарь, где он начинается с месяца, когда мы с тобой познакомились, да, с июня. И каждый месяц там указано какое-то событие, которое будет в дальнейшем происходить. Сереже, привет. Меня зовут Галя. Мне 20 лет. Я живую учусь в Москве. До этого я в мужчинах не чувствовала никакой опоры, поэтому начала сама заниматься боксом. Я надеюсь, что в тебе я почувствую опору, и мы вместе будем ходить на тренировки. А подарить я тебе хотела бы этот ежедневник, чтобы в него ты записывал планы на будущее. И будем надеяться, все они сбудутся. Спасибо. Ярослав, я вот тут слышу. Вы все про какую девушку обсуждаете в черном. Это что за девушка? Ну покажи мне, что за девушка. Роза. Где это она, да, пригласим? Вон там, в черном, красиво. С замочком посередине золотым. А вот, давайте мы ее тоже, следующий, прямо в эту партию. Спасибо, девушки. Вы, 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 давай, выходите. Так вы к Сереже пришли или как? Как он выдернул прямо вот ту одну единственную в черном, которая... Черные глаза вспоминаю. А жена сейчас смотрит, нет программы? Ну нет жены. Как нет жены? Ребенок есть, жены нет. Так, Ярослав, Ярослав, а я думаю, что вы такой активный. Я просто сразу увидел, мне больше не интересно. Нет, и вы засмущались. А ребенок есть, значит, вы в разводе. Друзья мои, братишки, так вы сегодня можете выбирать просто себе, кого вы хотите. Да, сестренка, можно. Да? Ну вперед, ребят, давайте рискуйте, Ярослав, если вы не женатые. Женатые, девчонки. Ничего теряетесь. Еще и лучше, чем Серега-то. Да, нет, нет. Пожалуйста, проходите, в любом случае мы вас поддержим. Проходите. И вы, Ярослав, вы тоже можете? Куда вы смотрите? У вас есть парень? Да, у меня есть. Как вас зовут? У меня. Диана, быстро сюда, просто быстро, быстро на одну минуту. Посмотрите, как на вас смотрит Сергей, у него аж голос осип, он засмущался. Я такого не видела никогда. С парнем хорошее отношение? Бывает. Сделал вам предложение? Нет, сегодня как раз не сделал предложение. А должен был, ждали? Очень ждала. А поднимите сейчас высоко руку. Как зовут бывшего? Он теперешний, ну настоящий. Как зовут? Николай. Давайте я скажу. Высоко, высоко руку, поднимите быстро. Скажите, прощай, Николай. Здорово, красавчик. Лариса, я вас обожаю. На эфираме свержаются чудеса. Вы посмотрите, какой парень сумасшедшей красоты. Умница, умница какой. И свободен. А когда вас, ну, голос осип, послушайте, я во влюбленности в мужскую разбираюсь. Не будьте дурить. Просто не будьте дурить. Конечно, не дождетесь. Если парень, тот, от кого ждали предложение, не сделал, значит, уже не сделает. Смотри, заберу. Забирайте, Ярослав. Благодарю. Идите, забирайте. Забирайте пока еще. Ее парень потом еще... А, а вы еще трус, оказывается. Слабо? Нет. Я аккуратно. Он не будет ругать. Просто познакомимся. Просто сядем, пока Серега ходит, и вместе посидим и пообщаемся. Так же можно, правильно? Я знаю. Такая штука. Да, я бы от такого парня никуда не делась. Вы жадны? Нет. Извращенец? Нет. Нищий? Нет. Дурачок, говорят многие. Я предлагаю всех выйти и поддержать Сергея. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не верю. У нас есть пара, Сергей и Ольга. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Рада за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ